Здравствуйте! Сегодня мы выучим новую песенку. Это будет номер из Афежо Барабушкиной для первого класса, номер 16, и называется она «Болтушки». Такая шутливая песенка, где две подружки-болтушки, наверное, как они птичка и мисичка, потому что одна поет высоко, вторая низко, друг дружку задевают. Как только вдруг листится, как право не родится, ты как щелочка, куда? Хорошо, что не подставят, нужно в жаркий день растаять, очень быстро, да-да-да-да. Ну, то есть птичка издевается над худовой лисичкой, а лисичка ей отвечает, что если ты толстенький, то можно даже и в жаркий день растаять. Вот такая шутливая песенка. Может быть, вы сразу и не заметили, а может быть и заметили, что здесь у нас очень интересный прием применяется. Послушайте, пожалуйста, я просто сыграю первую фразу, когда говорит птичка высоко, и вторую фразу, когда говорит лисичка. Что вы заметили? Послушайте. Скажите, пожалуйста, они пели одну и ту же мелодию или разные? Птичка и лисичка. Вот первое, первое, начало первой фразы сыграю, начало второй фразы. Послушайте. Это говорила птичка, да? А вот, что отвечала лисичка. То же самое, но на целую, не скажу что, ниже. Сейчас мы с вами определим этот интервал, на который произошла у нас сбежка. Это называется секвенция. То есть одна и та же мелодия у нас была от нотки до первоначально, а второй раз, сейчас посмотрим, от какой нотки, и на какой интервал у нас сдвинулась второй раз мелодия. Тут секвенция непростая, тут секвенция большая, макросеквенция так называемая. То есть фразами мы переносим на воде, не просто там один мотивчик какой-то, а вот эта секвенция маленькая, конечно, и один мотивчик мы переносим на разную высоту. А тут аж целую фразу из трех тактов мы переносим на новую высоту. Ну, давайте разбираться, что же здесь у нас. Так, ну я уже говорила, что мы начинаем с нотки до. Вот у нас, пожалуйста, посмотрите, первая наша фраза. Один такт, птичка говорит второй такт, третий такт. Потом у нас есть четвертная пауза, четвертная червячок, да, и мы начинаем точно такую же мелодию, вот у нас до-до-до-до, а тут фа-фа-фа-фа, только от нотки фа. Давайте посчитаем, что же это за интервал до и фа. Так, до, фа. Это у нас чистая квинта, то есть у нас получается шаг секвенции, то есть тот интервал, на который мы сдвинули мелодию, целая чистая квинта. От до начинала птичка, а лисичка отвечала от фа. Может быть, конечно, и не птичка, но кто там у нас сверху может говорить, не зайчик же. Так, ну что, давайте теперь пробовать петь. Вначале настроимся, да. Тут, скорее всего, будет тоника у нас соль, а потом у нас будет тоника до, то есть у нас так две тональности сразу будут очерчиваться. Ну, так, вот нам сыграет до, си, ля, соль, ля, си, до. Настроились. Ну что, пробуем петь. С ритмом тут абсолютно все просто, тут одни восьмушки, ну, парочка четвертей есть и четвертная пауза, поэтому мы его отдельно пропевать не будем. Это нотка до, поем. До, 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 си, ля, си, соль. Давайте-ка разберем, что это у нас получилось. Топтание четыре раза на одной нотке. Чуть ниже качельки вниз. Си, ля, си. Спели нотку ниже и вернулись. И на терцию вниз. Соль. Через нотку. Вот у нас контур первой мелодии. Почему мы это делаем, почему разбираем? Потому что потом то же самое мы повторим от ноты фа. Точно тот же самый контур мелодии. Еще раз поем. До, 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 си, ля, си, соль. Второй раз то же самое. До, 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 си, ля, си, соль. А, а получается. А дальше уже б, другая фраза. Соль, ля, си, до, си, ля, соль. Пауза. Да, пауза между вторым, первым и вторым звеном секвенции. Так, хорошо. Значит, тут было А, А, Б. А как можно назвать тогда музыкальный материал вот этой части? Если тут то же самое, но на нотку, на квинту ниже. Мы назовем его А1. То есть та же самая мелодия, но здесь есть изменение. Мы ее поем не от до, а от фа. Поэтому у нас циферка 1 появляется. А1, А1, Б1. Вот у нас такая будет структура этой песенки. Так, давайте еще раз, чтобы целиком спеть с самого начала и перейти на фа и спеть от фа уже. Вот настроились. Пожалуйста. Пауза. Па. Вот вся наша мелодия. Ну, с ритмом тут достаточно легко разобраться. Поэтому мы сделаем немножко посложнее задание. Ну, сначала споем, конечно, ее с дирижированием, простучим ритм. А потом выложим другой ритм, не похожий на эту песенку, и простучим его вместе с нашими болтушками. Ну что, давайте сначала споем с дирижированием. Будете видеть мою руку. Сильная доля, слабая доля. Сильная доля, слабая доля. Как тонка ты, друг, лисица, это право не годится. Ты как щепочка, куда? Хорошо, что не толстая. Можно в жаркий день растаять очень быстро. Да, да, да. Так, ну, здесь одинаковый ритм в двух фразах, поэтому мы только одну фразу с вами рассмотрим. Давайте попробуем похлопать ее на Тити и Та. Тити мы стучим в ладошки, это восьмушки. Та стучим по столу, по... Показываем, нету как будто, да? Звука нету. Пожалуйста. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти- Все время тити, тити и все. А теперь давайте мы с вами выложим, попробуем какой-нибудь другой ритм, который не совпадает с нашими тити и попробуем его прохлопать вместе с песенкой. Так, ну раз тити, мы возьмем что-нибудь побольше, например та. Так, как танка ты... А давайте вдруг 16 возьмем. Друг лисица... Ну давайте, чтобы совпало у нас, да? Так, хорошо. Как танка ты, друг лисица... Так, теперь давайте это право не годится. А возьмем-ка мы паузу. У нас тут пауза часто. Право не годится. Ну предположим, вот такой вот ритм мы с вами выложили, да? Вот, чуть-чуть поверну сейчас вам, чтобы было еще лучше видно. Так, ну что, давайте сначала просто ритм прохлопаем, а потом будем стучать уже вместе с нашей лисой. Итак, начинаем. Та-та... Тири-тири... Ой, прошу прощения, тири-тири вот так вот мы хлопаем, помните, в ладошку чуть поворачиваем, хлопаем вот по этому месту. Тити вот так прямо, так тири-тири. Так, пожалуйста. Та-та... Тири-тири... Ти-ти... Та-па... Ти-ти... Та... Так, давайте еще раз, чтобы запомнить. Та-та... Тири-тири... Ти-ти... Та-па... Ти-ти... Та... Ну а теперь давайте пробовать петь лису, а стучать вот этот самый ритм. Готовы? И... Как тонка ты, друг, лисица, Это право не годится, Ты как щепочка худо... Все. А вот это нам не понадобилось, потому что у нас получается всего три такта вместо четырех, поэтому мы хлопаем сначала... Правда, размер там у нас будет четыре, аж четверти, но неважно. Главное, что у нас вот в конце не нужен вот этот вот такт остается. Но ничего страшного, мы с вами поем сначала все целиком, а когда второй раз поем, нам уже не нужны просто вот эти две карточки. Давайте еще раз попробуем. И... Как тонка ты, друг, лисица, Это право не годится, Ты как щепочка худо... Ну вот, можно так разные придумывать ритмы, но мы уже не будем углубляться. В общем, что в этой песенке такого примечательного? Примечательное то, что здесь большая макросеквенция используется, то есть мы поем одну и ту же мелодию два раза. От ноты до, а потом на квинту ниже от ноты фа. Ну и, собственно, все, наверное, в этой песенке. Так она шутливая, красивая, интересная, и ритм в ней очень однообразный. Поэтому, чтобы развить чувство ритма, можно как раз применять вот такие вот карточки, выкладывать другие ритмы. Но если карточек у вас нет, вы можете просто написать себе другой ритм, тетрадочки. И все. Желаю вам удачи! Продолжение следует...